Добрый день! Сегодня мы начинаем цикл видео про культурологию, или как ее называют за рубежом, культурную антропологию. Если в этом видео вам попадутся непонятные слова, напишите нам в комментариях, и мы обязательно объясним их. Как видно из названия, культурология – это наука о культуре. Понятие «культура» пришло к нам из латыни, и в переводе значит «возделывание». Вы наверняка сталкивались с таким понятием, как культурные растения, и точно знаете, что они культурные не из-за того, что говорят «здрасте» и кланяются нераскрытым бутонам, а потому что в их естественный процесс развития вмешался человек и улучшил для своих нужд. Так, например, в диком банане бывают до 200 косточек, а в привычном нам купленном супермаркете их нет вовсе. Так вот, культурология – это наука о том, что так или иначе связана с деятельностью человека. В этом контексте, в противоположном культуре понятия, будет природа – все то, до чего не дотянулись руки человека. Культурология изучает культуру человечества на разных этапах развития, и в этом она близка с историей. Но последняя интересуется конкретными событиями, цепочками событий и тем, как одно событие породило другое. Культурологам же важно, как событие повлияло на мировоззрение людей, как его изменило, и как эти изменения стали причиной следующего события. Как и многие другие науки, культурология выросла из философии. Американский антрополог Лесли Уайт первый выделил культурологию как самостоятельную науку, и случилось это уже в 20 веке. Внутри понятия культуру существует множество делений. Например, культура бывает духовная и материальная. Если говорить простым языком, все, что можно потрогать, за исключением природных объектов, – это материальная культура. А то, что нельзя потрогать, из культурных объектов – духовная. Так, роман Льва Толстого «Война и мир» – безусловно, духовная культура. А книга, листы бумаги, на которой он напечатан, переплет – материальная. Картины Леонардо да Винчи Джокондо – духовная, а холст и краски – материальная. К материальной культуре относятся стул, на котором вы сидите, стол, ручка, которые привыкли писать, тарелка, ложка и многое другое. Еще одно деление культуры актуальное для современного мира – культура мировая и национальная. Оно хорошо отражает две противоположных идеи – стремление к глобализации, то есть поиску единых правил и норм для всего мира, и к сохранению национальной идентичности, то есть принадлежности человека к определенному народу. К национальной культуре относится то, что создано одним народом. Например, народные песни и сказки, авторские произведения, мало знакомые другим народам. Мировая культура, наоборот, состоит из широко известных творений – музыка Битлз, фрески Сикстинской капеллы Микеланджело, братья Карамазова и Достоевского. Культура бывает элитарная, народная и массовая. Элитарная культура рассчитана на привилегированную часть общества. Кстати, вы замечали, что некоторые материальные предметы элитарной культуры не меняются со временем? Например, украшения. Это может быть и ожерелье из костей у первобытного человека, и современное колье из золота с бриллиантами. Или одежда. Шкуры, расшитый золотом парчевый наряд и костюм от Версачи. Ну или транспорт. Конь кочевника, карета принца и автомобиль С-класса. Но, как вы понимаете, элитарная культура не ограничивается материальным, в ней есть и духовное. Это произведения искусства, достижения науки и так далее, которые доступны для понимания не всем. Массовая предназначена для широкой аудитории, и ее качество может быть разным. От уровня типа телепередачи «Дом-2» и китайских джинсов до автомобиля Мерседес С-класса. «Народная» связана с традициями народа, а значит это сказки, легенды, мифы, пляски, песни, одежда и предметы быта. Интересно деление культуры на доминирующую культуру, субкультуру и контркультуру. Доминирующая культура объединяет ценности большинства членов общества. Ну, например, о том, что мусор нужно бросать в урну, знают все, но не все выполняют. Культура каждой группы общества – национальной, возрастной, профессиональной и так далее – это субкультура. Так, культура социальной группы врачи включает в себя умение неразборчиво писать. Культура, противостоящая, доминирующая – это контркультура, например, культура уголовной среды. Еще одно важное деление культуры на восточную и западную. Основное различие этих культур – наличие в западной и отсутствие в восточной господства частной собственности. В восточной культуре чтят традиции, ей присущи духовность, консерватизм, иррационализм, мистицизм и коллективизм. Корни западной культуры уходят в Критомикенскую, существовавшую в третьем первом тысячелетии до н.э. в бассейне Итейского моря. Основные черты западной культуры – приоритет разумного, уважение научных знаний, технологическое преобразование мира, осознанность, стремление человека выйти за установленные границы, антропоцентризм, индивидуализм. В следующих видео я подробно остановлюсь на культурах разных стран и эпох. Ставьте лайк, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал и не забудьте написать в комментариях про непонятные термины, чтобы я смогла помочь разобраться. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok